Музыка Память о нас живет в пожелтевших фотографиях и письмах, в рассказах очевидцев и песнях, такая разная и в то же время одна на всех. Помнят люди, помнят народ, помнит вся Беларусь. Концерт напомнил, какой ценой была отвоевана независимость нашей страны. Вместе с тем в каждой строчке, исполненной на сцене, слышалась благодарность. Встретиться на улицах Гомеля предложила молодой фотограф Галина Лосаева. В Центральной библиотеке Минигерцена открылась ее персональная выставка. В экспозиции представлены исключительно портреты. Все сделаны в локациях города Гомеля. В фокусе молодые люди, влюбленные пары, семьи с детьми. За ними знакомые улицы, здания и даже стены областного центра. Галина Лосаева начала фотографировать пять лет назад. Сегодня она с уверенностью говорит, что больше всего ей нравится раскрывать в фотографиях красоту человеческой души. Ведь каждый представляет собой неповторимую личность. Далее анонс культурных событий недели предстоящей. Множество интересных мероприятий, приуроченных ко Дню независимости Республики Беларусь, ждет жителей Гомельской области. В каждом уголке региона подготовлена своя программа. В Гомеле, к примеру, запланировано три концерта с участием российских и белорусских звезд эстрады. На центральном стадионе выступит известный певец и музыкант Валерий Сюткин с программой «То, что надо». Площадь Ленина в этот день наполнена звуками вальса, там пройдет праздник «Вива Штраус». А после классического концерта на сцену поднимется полиграф Шариков, он же Серега, в сопровождении хора и оркестра в Гомельской областной филармонии. Летний сюрприз для маленьких жителей региона подготовил Гомельский цирк. Только три дня на арене «Водная феерия» в Атерленд гостей ждут незабываемые номера в исполнении артистов международного класса. И напоследок не забудьте в предстоящие выходные купалья, следите за афишами, выбирайте место для отдыха. И на этом у меня все. Самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Евгения Кухаронок и Игорь Морищенко. Культурное обозрение подготовлено специально для программы «Новости недели». Культурное обозрение